Платная парковка у центрального рынка заработала в тестовом режиме. Въехать на благоустроенную территорию можно уже сейчас. Шлагбаум и автоматы по выдаче карт работают, но деньги за стоянку с водителей не берут. Сейчас здесь учитывают каждое авто и смотрят, на какой период люди оставляют машину. Вероника Иванова побывала на месте. Путь преграждает шлагбаум, автомат выдает карточку, время пошло. Так работает платная муниципальная парковка. Правда, пока платить не надо. Сотрудники тестируют оборудование. Привыкнуть нужно и посетителям. Еще компьютер не сработал, но уже 18 раз или 20 нажмет на кнопку и начинает сбой, и все ломается. То есть надо учить, как первого класса. Раньше на пустыре хаотично вставали 200 машин, теперь 143, но цивилизованно. Касса – современный терминал для наличного и безналичного расчета с подогревом. Обещают, что зимой будет работать без перебоев. На территории охрана и видеонаблюдение. Эта камера, которая распознает автомобильные номера, выдается карточка автомобилю, и карточке присваивается номер. То есть с чужой картой автомобиль уже не сможет выехать. Во-первых, это ни воровство, ни муклеж, но, собственно, система безопасности. Пока собирают данные, сколько водителей используют парковку, надолго ли оставляют машины. Все это нужно, чтобы рассчитать тариф. Земля муниципальная, средства пойдут в бюджет города. Примерной расценки – 40-50 рублей в час. Оставлять машину здесь на целый день накладно, считают новосибирцы. Здесь мне три часа нужно что-то купить. А где парковаться тогда будет? Да буду ездить на метро. Если что-то приезжать покупать, ну, с сумками на метро не поедешь. Поэтому приезжаешь на машине. Раньше тут ужас был, да, помню. Хоть порядок навели, слава богу. Но на то и расчет, чтобы в центр горожане приезжали без машины, как в цивилизованных странах. Организовали удобное пространство не только для автомобилистов. На территории парковки появились и пешеходные зоны, которые ограждены вот такими устройствами. Сразу видно, что машины сюда не поедут, и пешеходы в полной безопасности. Эта стоянка – только первый этап в городской программе развития платных парковочных пространств. Следующий этап – это Красный проспект, район Дома офицеров, вот до улицы Крылова. И, соответственно, вот район архитектурный университет, районник площади Ленина. Вот сейчас там тоже заканчивается сфальтирование и обустройство технологическим оборудованием. Парковка у центрального рынка, по заверениям депутатов, заработает в платном режиме до конца этого года. Вероника Иванова, Олег Мощевитин и Денис Савинский. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.